Свежий воздух, густой лесок. Этот сквер мог бы стать прекрасным местом для отдыха. Сторожилы хотели построить здесь детскую площадку. Собрали более двух тысяч подписей. Расчистили территорию и только начали стройку. Но неожиданно все пошло наперекосяк. Приехали за ночь, поставили свой забор в итоге. Нам не отдали ни стройматериал, но то, что мы хотели забрать, хотя бы то, что у нас было, что мы поставили. То есть сказали, нет, здесь мы хозяева, у нас документально теперь стоит здесь дом, где дом есть. Да, то есть вот до этого момента все было деревьями. То есть вот это все вырубили. Расчарование еще полбеды. Главная проблема, беспокоящая местных, сточные воды. Раньше осадки и талый снег уходили по ливневой канализации через парк и в овраг. Оттуда в городскую коммунальную систему. Но теперь новый сосед обнес свою территорию забором и засыпал каналы. Собирается вода все время. Вот это место вот все и начинает топить мой участок туда вот заходит в ограду. Там воды сантиметров 20-30 наверное набирается. И плюс еще колодцы у меня канализационные зарытые. Их тоже естественно топить начинает все это поднимается. С другой стороны забор перегородил проулок, ведущий к пожарному гидранту. На своем участке хозяин бывает лишь изредка. Навстречу соседям идет неохотно. Поделил землю на пять частей, строит на ней дома и продает. Застать местного бизнесмена нам не удалось. Я не знаю. Не нанялись в работе. А кто вас нанял? Хозяин. А как его зовут? Ну у вас есть наверное данный. А здесь с каким? По кому вопросу вообще? В хамиле даже не знаю. А как с ним можно связаться? Даже не скажу. Позже в комитете по управлению имуществом нам пояснили, что участок 6 лет назад действительно сдавался в аренду под строительство гостевого дома. Затем был выкуплен. Но претензий соседей все же без внимания не останутся. По вашей информации обязательно выйдем на место и посмотрим в каких границах. То есть есть такая вероятность, что он огородился не в тех границах, в каких предоставлен ему земельный участок. То есть это обязательно мы выясним. Если там вопрос связан с какими-то ливневыми водами и так далее, то возможно будет решен вопрос об установлении сервитута. И если предприимчивого соседа могут обязать оставить ливневую канализацию на территории участка, то, похоже, мечту о детской площадке на ближайшие годы придется забыть. Алифтина Дармаева, Инесса Дондухкова, Андрей Дармаев. Новости дня.